Приветствую YouTube, приветствую зрителей моего канала. Сегодня у меня на обзоре очень интересный револьвер. Мой любимый компанией Smith & Wesson. Точнее будет сказать, её элитного тюнинга у подразделения Performance Center. Насколько я понимаю, это одна из последних рестайлинговых версий знаменитой модели Smith & Wesson 19, которые в своё время прозвали «Мечта полицейского». У меня на канале был и есть обзор на модель 66. Это тот же самый Smith & Wesson 19, только выполненный из нержавейки. Первые Smith & Wesson 19 были с вороненой стали. И вот сегодня мы посмотрим на ещё один револьвер этой компании. Очень уважаемый, очень многим и любимый компанией, которая делает, на мой взгляд, одни из лучших револьверов в мире. Ну, давайте смотреть. Комплект поставки. Вот. Ну, я не буду здесь доставать. Здесь вот замок этот идёт, никому не нужный. Инструкция. Ладно, пускай всё как лежало, как и лежит, это как бы никому не интересно. Это стандарт. В каждой упаковке это всё присутствует. Гораздо интереснее будет вот здесь вот. Давайте-ка мы сейчас это всё достанем. Коробку уберём. Обратите внимание, что коробка не традиционного голубого цвета, в который поступает револьвер от Smith & Wesson. Она вот такого серенького. Это от Performance Center. Коробочка нам пока не понадобится. Сторонку её. А вот это вот чудо инженерной мысли. Мы сейчас будем демонстрировать. Ну, и сразу хотел сказать, что сейчас тоже лишнее с кадра уберём. В комплект поставки входит вторая накладка рукояти, резиновая или синтетическая. На фабрике установлена накладка рукояти из ценных пород дерева. По всей видимости, это розовый, палисандр. Одна из её разновидностей. На орех меньше похоже. Палисандр, скорее всего. Вот, кастовая накладка рукояти. Ну, и в комплекте, тем не менее, вот ещё положили вот такую вот. Вот, в общем-то, этот материал больше демпфирует, так сказать, при использовании мощных патронов, на которые этот револьвер рассчитан. Некоторые специально с этой целью, так сказать, уменьшить отдачу. И для более комфортной стрельбы ставят именно вот эту вот накладку рукояти. Давайте пока тоже её уберём из кадра. И вот сам виновник нашего сегодняшнего торжества. Это модель Performance Center 19, кори-комб, со стволом в 3 дюйма, в 3 инчи, в 76 миллиметров. Давайте-ка сейчас быстренько я вам покажу его близко. Вначале, пока у меня свет хороший не ушёл, сегодня вроде неплохо, всё со светом. Вот. Performance Center. Это, ещё раз повторяю, знаменитое тюнинговое отделение, подразделение компании Смитта Вессон, в которое изготавливают оружие высшего качества, не только револьверы, пистолеты тоже, высшего качества, с большой долей ручного труда в их наладке, отделке, регулировке. Смитта Вессон, 357 Магнум. Вот так вот смотрятся накладки рукояти. Кстати, интересно, вот здесь вот пробит серийный номер. Да. Вот он. Давайте убедимся, что мы его демонстрируем безопасно. Здесь всё в порядке. У заявлений у самой компании, данный револьвер разработан для максимально удобного скрытого ношения. И к особенности этой модели относятся в оснащение компенсатором, который называют на ферме пауэрпорт. Вот он. Вот это вот отверстие как раз этим пауэрпортом и является. Сделано для уменьшения подброса оружия при выстреле и значительного уменьшения отдачи. Но об этом чуть позже, когда мы говорим о патронах, поговорим и об отдаче тоже. Ну и соответственно для повышения точности стрельбы также. Вот. Кстати, обратите внимание, выходное отверстие несколько большего диаметра, чем диаметра самого ствола. Ну это видно внутри, вот хорошо. Ну вот оно. Поближе покажу. Вот так, чтобы получше было видно. Ну вот, обратите внимание. Видите? Сам ствол несколько меньшего диаметра. Ну понятно, для чего это сделано. Итак, этот револьвер с барабаном под шесть патронов на рамке Кей. Это у меня второй револьвер, насколько я помню. Если что-то не путаю, на этой же рамке, на рамке Кей. У меня есть обзор. Этот замечательный револьвер. 66-й. Совершенно великолепный обращик инженерного, так сказать, искусства. Оружейного. Совершенно потрясающий револьвер. Я вам попозже скажу, вот когда поговорим об этом револьвере, Керри Кэмп, я сравню их. И, в общем-то, по моим впечатлениям и ощущениям, вот эта машинка, несмотря на то, что этот револьвер значительно дешевле, практически не уступает ни в чем. Вот этой новой модели. Абсолютно ни в чем. Поговорим позже, чуть позже об этом. Вернемся еще раз. Так вот, еще раз повторяю, что револьвер сделан на рамке Кей. Полностью стальной. Причем ствол выполнен из нержавеющей стали, а барабан и сама рамка из углеродистой стали. Вот, шесть камор барабана. Ну, как и на всех современных моделях, здесь отсутствует пин ствола. Его здесь нет. Уже давным-давно это не используется. Росест, отсутствует цилиндра. Перестали на это делать. Само собой, что баёк также находится непосредственно в рамке. Не на курке. Использована такая технология старения металла, как бы, по цвету. Спусковой крючок и крок сделаны такие вот серенькие. Вот, обратите внимание. Такая приятная насечка на курке. Мушка с использованием третьей вставки под ночной прицел. Ну, сейчас у нас света много, поэтому мы не увидим свечения. Но в темноте она светится достаточно ярко. Тем не менее, у меня есть серьёзные претензии к производителям по поводу прицельных. Несмотря на то, что целик регулируемый в двух плоскостях, по вертикали и горизонтали. Вот один винт, вот второй винт. Обратите внимание. Он просто чёрный. В общем-то, если брать в прицел что-то светлое, то проблем не возникает. А вот, какой-то тёмный силуэт на тёмном фоне, вполне возможно, что возникнут и проблемы при прицеливании. Обратите внимание, как в модели 66-й решили эту проблему. Сделана такая вставочка белого металла. На целике, обратите внимание. Вот её хорошо видно. Видите? Ну, он даже не белый, а скорее серый. В тон финишу. Матовому. Здесь этого нет. Абсолютно. Могли бы, в общем-то, без проблем тоже это сделать. У меня даже есть такая мысль. Закралась просто аккуратненько кисточкой нанести сюда белую краску. Именно вот по периметру вот этого выреза целики. Ну, посмотрю. Может быть, сделаю, может быть, нет. Подумаю. Но, в общем, лучше явно не доработка. Несмотря на то, что третий будет, так сказать, колбочку они поставили сюда. Элемент такой, кстати, фирменный. От Реджикона. Вот. Но не решает проблема. Комфортного прицеливания. Целик не доработан, явно. Но это будет иметь проблемы, безусловно, если вот еще раз темный силуэт на темном же фоне. Во всех остальных случаях проблем быть, по идее, не должно. Фиксация барабана очень хорошая. Механика очень хорошо отрегулирована. Люфт, если есть, то даже не доля миллиметра, он просто микронный. Ну, просто микронный. Однако, если поставить курок на боевой взвод, люфт уходит полностью. Ноль. Мертая фиксация. Теперь посмотрим на спуск. В режиме сингл-экшен. Это нечто. Это просто нечто. Очень короткий ход. Очень приятный спуск. Но, тем не менее, просто легким нажатием вы его не спустите. Надо все-таки небольшое, очень небольшое усилие приложить. Но, тем не менее, надежно. То есть, случайно вы его не нажмете. Вот, я его, видите, постукиваю даже по нему как-то. Вот. Очень легкую усилие, очень легкая. И, что самое главное, очень короткий спуск. Очень короткий. Причем сделан вот здесь вот ограничитель хода курка. Спускового крючка, извиняюсь. Вот он его видно хорошо. Вот здесь вот. Вот он, зая. Чего нет на модели. 66-й. Это, чтобы не было провала. Считается, что это несколько повышает точность при стрельбе. Теперь посмотрим спуск в режиме дабл-экшен. Ну, приятный спуск, хороший. Он умеренно длинный. Я видел тесты практически реальной стрельбы в режиме дабл-экшен и сингл-экшен. Конечно, в режиме дабл-экшен результаты похуже, но они вполне приемлемые. Во-первых, надо понимать, что этот вот револьвер, как бы он не предназначен для сверхточной стрельбы в тире. Вот это совсем другие назначения этого оружия. Вот. Поэтому предъявлять такие большие претензии, конечно, к его точности не стоит. На мой взгляд. Вот здесь вот имеется внутренний встроенный замок безопасности, будь он не ладен. Хиллари Холл, так называемый. Дверка от Хиллари. Но об этом тоже чуть позже. Кстати, уж коль я показал вам, как он работает в режиме дабл-экшен, вот, для сравнения, еще раз пробую сам. Ну, в общем-то, в 66-й модели, хотя это не перформанс-центр, и никакого, якобы, тюнинга не было. Но, ну, практически то же самое. Если хуже, то, ну, я не знаю, это очень субъективно. Мне очень нравится, очень мягкий тоже спуск. Мне кажется, усилия абсолютно одинаковые. Вот, еще раз. Ну, может быть, чуть мягче, но очень и намного. Очень и намного. Ну, комфортно. А вот в режиме сингл-экшен, конечно, это нечто. Это фантастика. Короткий такой спуск. Хорошо контролируемый, но не чрезвычайно мягкий. Ну, просто до невозможности. Обалдеть. Просто ни слов. Удержание хорошее, надежное. Ну, для моей руки, во всяком случае. Если поставить вот эту дополнительную рукоятку, получается здесь чуть-чуть, как бы, она выступает чуть больше, для мизинца будет комфортно. Ну, почти то же самое, может быть, чуть лучше будет. Вряд ли я буду менять. Я посмотрю. Проверю. Я хочу посмотреть, какая у него отдача будет. Судя по тому, что я читал об этой машине, об этом револьвере, за счет использования вот этого компенсатора, вот этого пауэр-порта, отдача очень резко уменьшается. В частности, патроны 357 Magnum ощущаются приблизительно как 38 Special, а 38 Special ощущаются практически как патроны от Мелкашки 22 LR. Ну, если это так, это будет, конечно, замечательно. Вообще, многие отмечают, что стрелять с ним в одно удовольствие. Значит, хотел бы обратить внимание, что здесь подствольный пенал не купирован, полноразмерный, в котором спрятан, так сказать, рычаг экстрактора, стержень экстрактора. За счет этого хорошей длины стержень экстрактора очень комфортно, удобно выбрасывать отработанные гильзы. Фиксация в трех положениях барабана. Ось сзади. Вот здесь под пружинение такой штырь снизу. И точно так же, как и у модели 66, здесь вот сделан ДТН-болт такой, под пружиненный шарик, который входит в соответствующее отверстие на самой рамке цилиндра. Очень хорошая фиксация. Вообще, сделан, конечно, револьвер великолепно. Очень хорошее выранение. Совершенно изумительно. Причем нет такого блеска. Такая макировка приятная. Нигде ничего не царапает. Он просто вылезан. Супер. Качество, конечно, великолепное. Чего говорить. Но он и заметно дороже, чем 66. Заметно дороже. Вообще, с ценами, конечно, происходят на рынке чудеса. Могу сказать, что четверть века назад похожий револьвер, скажем, тот же самый 19-й. От Светтон-Вессона можно было купить приблизительно за 150 долларов. Что мог позволить себе практически любой американец. На сегодняшний день при цене MSRP выше 1000 долларов. Где-то сейчас MSRP у него где-то 1132-1152. Продают его чуть меньше, может быть, но ненамного. Уже далеко не каждый американец может себе позволить такой револьвер. Это вот за четверть века. Инфляция, однако. Да. Ну, еще я не сказал, что вес этого револьвера 970 грамм без патронов. Ну, и буквально несколько слов об этом вот встроенном предохранителе. Все современные револьверы компании Светтон-Вессон снабжены такой встроенным замком безопасности. Называют они его Frame Mounted Safety Lock или его называют Hillary Hall. Специальный ключ в комплекте, даже два они дают. Он блокирует ударно-спылковой механизм. И надо сказать, что по мнению большинства специалистов это одна из самых больших ошибок в производстве огнестрельного оружия за последние годы. Практически все, поголовно, почти все, уверен, что все пользователи револьверов компании Светтон-Вессон этот замок просто игнорируют. Ну, я, вероятно, исключением не являюсь. Невероятно, точно. Чего уж там. Вот так вот. Надо сказать, что история или предыстория этого револьвера, его далеким, так сказать, дедушкой или прадедушкой был револьвер Светтон-Вессон 19 на рамке Кэй. Вот. Она тесно связана также с историей создания патрона 357 Magnum. Ну, в общем-то, о патронах я хотел как бы отдельно поговорить, сделать отдельное видео, но сегодня можно немножечко затронуть эту тему. Как я уже говорил, этот револьвер рассчитан на патрон калибра 38 Special, ну, само собой, 38 Special Plus с повышенным давлением и также на патрон 357 Magnum. Патрон 38 Special от фирмы Светтон-Вессон, которая его, собственно, изготовила. они использовали его на знаменитом, знаменитейшем револьвере Милитариан Полис 1899 года выпуска, или модель 10, она называлась. Это был очень распространённый револьвер в первой трети 20-го столетия. Было выпущено их очень много в своё время. Если там источник что-то не напутал, то порядка 6 миллионов револьверов было выпущено за многие годы его выпуска и использование. И кроме того, он также использовался ещё и во время Второй мировой войны. Был дополнительный ещё тираж, где-то приблизительно ещё на 1 миллион этих моделей. М-10 или Милитариан Полис. А вот 357 Magnum патрон. Кстати, вот я сейчас сразу положу в кадр, чтобы это всё было, поскольку мы ведём речь о патрончиках. Потом я вам кое-что ещё расскажу дополнительную информацию кое-какую. Так вот, патрон 357 Magnum, его появление связано с тем обстоятельством, что в Штатах в середине, в первой трети, скажем так, 20-го века резко выросла преступность и, в общем-то, полиция проигрывала схватки в единоборстве с мафией, с гангстерскими этими группировками, поскольку они использовали уже тогда автоматическое оружие, автоматы Томпсона, а использованный, а патрон, который стоял на вооружении полиции, 38-м спешил, не обеспечивал, в общем, достаточно эффективность. И вот надо было разработать в срочном порядке новый патрон, более мощный, и вот в 34-м, 35-м годах эта задача была решена, причем делали это совместно в сотрудничестве как компанией с Меттен Вессон, так и компанией Винчестер. Ну и большую роль в разработке этого нового патрона, 357-магнум, сыграли внук основателя компании Дэна Вессона Дуглас Вессон, если я не путаю, он тогда был в звании майора, и Фил Шарп. Двоем они это все делали, разрабатывали, приложили, в будущем принимали очень активные большие участие, Дуглас Вессон и Фил Шарп. И кроме этого им помогал еще, консультировал знаменитый Элмер Кейт. И вот получился очень интересный патрон 357-магнум, который, казалось бы, ненамного превышает размеры 38-спешилл. Вот у меня в левой руке 38-спешилл, специально взял разного цвета, чтобы хорошо с разными пулями. Давайте поближе. Так вот, физически, ну, калибр здесь приблизительно, диаметр приблизительно 9 сотами, 9,07 миллиметра. Вот. А вот по длине они отличаются в большую сторону от 357-магнума. Но дело в том, что по разным источникам, по разным данным, и даже блогеры сообщают несколько разные цифры. Короче говоря, якобы гильза удлинена буквально по одним данным на 2,5 миллиметра, по другим данным на 3,5 миллиметра, по ещё одним данным на 3,1 миллиметра. Это просто объяснить, потому что разные компании в общем-то выпускают, немножечко отличаются там миллиметры или доли миллиметра. В принципе, для этих патронов это не принципиально, поскольку длина барабана позволяет, так сказать, свободно использовать вот эти вот отклонения в размере. Никаких проблем с этим не возникает. Но я вот специально замерял, смотрел, у меня получилось порядка 3 миллиметров. Может быть, чуть-чуть больше, где-то 3,1 приблизительно разница. И тем не менее, патрон 357 Magnum получился очень и очень мощным. Надо сказать, что до 1955 года он был самым мощным патроном в мире для ручного краткоствольного оружия. Пока не появился патрон 44 Magnum для револьверов СМИТ-НВСН-29. Я вам буквально вот конспективно скажу характеристики при стрельбе вот эти цифры. Значит, 38 Special патрон со стандартной пули в 10,7 грамма. Начальная скорость 230 метров в секунду пули. Придольная энергия 270 джоллей. А вот 270 джоллей. А с 357 Magnum с той же самой пулей 10,7 грамма начальная скорость уже 380 метров в секунду. Почувствуйте разницу. Придольная энергия 730 джоллей. И при более легких пулях начальная скорость у патрона пули 357 Magnum может уже достигать 430-460 метров в секунду. И дольная энергия доходит до 800 джоллей. Такой интересный и малоизвестный факт, что впервые патрон 357 Magnum после его постановки на боевое дежурство есть широкое использование. Впервые стали его использовать в полиции города Индианаполис в штате Индиана на Среднем Западе США. И уже потом постихонечку распространилось уже по всем остальным штатам Америки. Вот так что впервые его начали применять в полиции города Индианаполис. Вот. Ну, я думаю, что нам патрончики сейчас больше пока не нужны. Вот, мы их сейчас с кадра тоже уберем. Ну, в заключение хотелось бы сказать, что револьвер этот мне безусловно понравился. Понравился качеством изготовления отделкой своей все вылизано. Механика очень хорошая. еще раз хочу сказать, что может быть она и не намного лучше или почти не отличается от моего любимого револьвера 66-го. Вот. Кстати, видите, вот разница здесь пенальчик-то подствольный купирован. То есть, занимает половину длины ствола. Ну, здесь 4-х дюймовый ствол. 4 дюйма. Вот. Ну, тем не менее, заметна разница в дизайне. еще хотелось бы отметить, я об этом не сказал, вот то, что они применили, этот пауэрпорт, компенсатор. В принципе, неплохая штука, конечно. Если она действительно будет, а я уверен, что она будет уменьшать отдачу. очень многих блогеров смотрел, слушал, читал. Теории, кстати, читал по этому делу. Вот, Эффективная штука. И подброс ствола уменьшает заметно, и отдача уменьшает. Что здорово, конечно. Но, тем не менее, пришлось из-за этого, как вы видите, смещать мушку к сзади приблизительно на 1 дюйм, приблизительно, может быть, чуть меньше. На дизайне это не отразилось. Я не считаю, что это ухудшил как-то дизайн. Абсолютно не считаю. Все очень неплохо смотрится. Красивый револьвер, безусловно. Но уменьшился прицельный радиус. Что, конечно же, положительно не скажется на его точности. Но, опять возвращаясь к тому, с чего начал, это револьвер, который не предназначен для сверхточной стрельбы в тирах, скажем так, в участии в соревнованиях и так далее. Задачи этого револьвера совершенно другие. Комфортно, открытое ношение. Я думаю, что, если его далекого прадедушку называли мечтой полицейского, модель, когда она появилась на рамке Кей в 1957 году, то вот эта машинка абсолютно тоже претендовала бы на эту роль мечтой полицейского. Прекрасный, кстати, револьвер. У меня прямо подмывает сделать ролик о том, что лучше. Револьвер-пистолет. Может быть, небольшой ролик я такой сделаю. Постараюсь, в всяком случае. Интересные там решения есть. Мысли по этому поводу. расскажу. Во всех мучах, револьверы компании Smith & Investment пользуются огромной популярностью как в Штатах, так и во всем мире. Очень широко востребовано. Очень популярно. Не только среди коллекционеров, но и многие носят его с целью самообороны. Ну, кстати, сказать, я вот просто думаю, что если надо идти в лес, например, при встрече с косолапом, не приведи Господь, конечно, агрессивным, варибалы редко нападают, но тем не менее бывают эти случаи. Черный медведь варибал. Североамериканский. Так вот, конечно, патрон 357 будет гораздо предпочтительнее против косолапого, нежели девятка, 9 мм. Вот. Ну вот, по-моему, я ничего не забыл. Давайте я еще раз вам поближе покажу, пока свет у меня не ушел. очень красивый револьвер. Вообще, по ему глубокому убеждению, любая вещь, чтобы она была достаточно функциональной, она должна быть красивой. Ну вот, как-то не бывает по-другому. Это касается абсолютно всего любых технических решений. Автомобилей, часов, фотоаппаратов. Ну, не может какая-то некрасивая рольливая вещь быть достаточно функциональной. Ну, может быть, если это и бывает в крайне редких случаях. Во всех остальных, чтобы вещь была достаточно функциональной, совершенной, в техническом плане, она должна быть и красивой. тоже. Ну, Смитон Вессон делает очень красивые револьверы, но, думаю, что любят их не только за это. У них достаточно высокая надежность. Именно по этому параметру, в общем-то, многие предпочитают носить именно револьверы, а не пистолеты. Поскольку пистолеты, независимо от их цены и от их качества изготовления всё-таки иногда дают и перекос патрона. Ну, осечки могут быть и у револьверов также. Но я уже забегаю вперёд. Ладно. Освещу эту тему именно в видеоролики про револьверы и пистолеты. Что лучше и когда лучше и для чего лучше. Я благодарю за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Ответчику себя с удовольствием. Всем всё самого-самого доброго. Всем удачи, всем добра.